я вас приветствую на земле израиля и захотелось мне сделать такой довольно полный обзор компании диджай то что я приобрел последнее время последнее время я еще приобрел вот такой маленький дрончик тело называется я покажу его полет который я проделал у себя дома внутри то есть довольно юркий легко управляемый дрон то есть легко можно с ним управляться дома если он переворачивается у него сразу глушится его винты то есть он работает очень очень легко и просто я потом покажу вам видео отдельно как бы могу даже к этому обзору добавить подключается через телефон есть к нему специальный пульт который продается отдельно в израиле продается 150 шекелей это где-то около 40 долларов сам дрон стоит 100 чем-то долларов в общем 499 шекелей по курсу израиля 350 ну сто сто тридцать долларов просто наценка идет у нас в израиле очень хороший удобный дрон так еще преимущество у него в том что у него нету gps вы его можете запустить где угодно в любом месте и и вам будет очень удобно сделать там селфи фотографию он снимает 720 в режиме то есть это довольно и пятипликсинная камера здесь стоит фотографии он довольно делает неплохие высоту он тоже держит переворачивается вперед и назад то есть очень очень удобный хороший дрон так как сейчас я в израиле у нас идут дожди и сильный ветер у меня нету возможности сейчас выезжать и делать съемки где-то на улице к сожалению мне пришлось немножко приостановить эти съемки и поездки потому что дождь и ветер и я не могу у меня есть одно видео где под дождем летал но я это наверное можно сказать хорошо что вот этот с этого дрона я снимал под дождем и он выдержал и практически был не мокрый он выдержал преимущество вот этого дрона в чем он очень устойчивый против ветра он устойчивый при при том что когда птицы птицы его боятся фантом боятся большие птицы вороны и голуби все птицы боятся они стараются его облететь стороной то есть не сталкиваться с ним вот что касается этого дрона птицы его любят вороны ястребы и тому подобное то есть надо посматривать когда его запускаешь надо быть с ним очень быть осторожным но он достаточно хороший надежный у него есть очень много режимов съемки и видео очень хорошие качественные получается у этого есть тоже несколько режимов полета то есть он может вокруг человека летать то есть например вы хотите снять какой-то памятник например красивый вы можете поставить и делать съемку этого памятника например вокруг и никого не мешать при этом и эта игрушка она легенькая совсем все здесь стоят защитные лопасти к нему то есть защита то есть он когда ударяется об стены он ничего не зацепляет и он достаточно прочный и это недавно я тоже приобрел такие очки диджай для голос называется в них очень удобно например если светит на улице очень сильное солнце а проблема в том что какой бы телефон крутой не был то вам очень тяжело будет увидеть сквозь солнце куда вы летите ли а преимущество этих очков вы опускаете вам солнце совершенно не мешает и вы можете лететь например куда вам надо и вы можете сделать съемку очень удобно и очень как бы для вас будет очень и очень хорошо теперь по поводу он легко соединяется с маленького глазу легко коннектиться единственная проблема с этим я думаю что там можно тоже настройку сделать что он будет тоже соединяться довольно легко с фантомом что там видео одинаково что то конечно при определенном там большом расстоянии начинает видео уже пропадать сигнал было такое что когда видео останавливалась но я как бы еще недостаточно много как бы пользовался этим очень удобно заряда батареи хватает на очень большой срок то есть можно например у вас там две три батареи четыре батареи у вас вполне хватит этих диджай для того чтобы сделать определенные полеты что по поводу диджай экшен камеры вот маленькая камера я и ей снимал во время дождя то есть я ее выставлял балкончик ставил на штатив и она вполне нормально делала съемку то есть без каких-то там проблем то есть проводила видеосъемку и вода вокруг дождь лился и никаких последствий проблем не было единственный минус почему-то здесь появляется такая как первое такое пятно как как пар такой вот это конечно не влияет на камеру там все эти дела бывают вот здесь тоже но этот объектив открываешь или начинаешь его протирать у песни и большой недостаток я не знаю или или благо как-то попадает или еще что то вот а так она довольно хорошо показывает например с настройками чтобы сделать хорошие настройки вот с этой камеры довольно тяжеловато то есть например там определенная освещенность должна быть определенное это в некоторых например если вы ставите гиперлапс например там до бесконечности пока у вас разряжается батарея например то лучше всего выставлять в авторежиме почему потому что она сама регулирует свет и вот эти все дела а потом вы можете это видео обработать на видео редакторе если такой выход если вы снимаете короткая какой-то там гиперлапс например на минуту к примеру но у меня вот например гиперлапс я снимал где-то час час чем-то хватило этой камеры батареи то вышло где-то 10 минут 10 копейками гиперлапс довольно интересно очень довольно красиво и нормально так что по поводу одна батарея у меня испортилась она вздулась я не знаю по какой причине я ее заказывал в интернете но одна батарея у меня вздулась на фантом вот я заказывал это а вторая батарея наоборот все целое все хорошо все равно я думаю что в любом случае в интернете дешевле заказывать если вы живете в Израиле то на фантом вам дешевле заказать в алиэкспресс или в ebay вот я в двух разных покупателей заказывал они приходили вот такой расцветки там внутри как бы зеленая вот приходила вот такие батареи вот сейчас немножко начали довольно много где ставить глушилки для дронов и довольно проблематично надо стало снимать такой час один из вариантов таких где нельзя снимать это детский дрончик то есть я могу прийти снять какое-то видео там какое-то дерево памятник какой-то парк я пришел запустил съемку сделал и все и я думаю что мне появится очень много видео которое связано с городом хайпом то есть я хочу показать вам хайпу с разных сторон поснимать в разных местах потому что иногда я не могу например большой дрон где-то поднимать потому что там глушилки стоят потому что там находятся жилые дома и если я на какую-то определенную высоту там люди начнут могут возмущаться в принципе я не слышал ни разу никто не говорил чтобы я остановил дрон или отключил его или еще что-то ни разу кроме конечно охранников и если у нас работников парка такое уже было мне этот дрон понравился маленький я им очень доволен вот и вот такой у меня как бы сказать вам обзорчик что касается это теперь я купил себе сумку пиджи вайтек теперь я не говорю по глутаях и тому подобное все-таки я научился на английском языку пиджи вайтек это компания которая занимается делает аксессуары для дронов там мавика мавика второго вот есть довольно интересные аксессуары то есть вот эта сумочка например сюда влазит дрон вполне не только дрон можно сюда аппарат положить вот можно ну все что угодно что вы хотите например и сюда вот пульт влаживается то есть чтобы меньше места занимало если куда-то ехать отдыхать или куда-то в какое-то путешествие или еще что то вот у нас сейчас за окном очень сильный дождь пошел я не могу запустить например вот этот дрон дома потому что если его куда-то поведет в какую-то сторону он мне тут все разнесет то есть винтами повредит яму он конечно держит высоту все но я его не могу запустить например куда-то дальше поуправлять ими не могу потому что это все-таки махина рассчитана для для полета здесь винты вот вот такого расстояния то есть это полметра можно сказать и здесь моей маленькой квартире нет и никакой возможности вот это точно так же этот дрон точно так же его то есть нигде не запустишь кроме как на улицу вот такие вот как бы у меня наблюдения и как бы какой рассказ который я хотел вам как бы рассказать о том что у меня есть например этим дроном я очень доволен и мавик вторым зон тоже очень доволен потому что это есть такие режимы которые например спираль бумеранг сфера то есть вот для таких маленьких заставок это просто великолепно я я очень доволен что и камера не уступает по качеству по по съемке у этого конечно 20 пиксельная этого 14 пиксельная здесь но это вот 5 пикселей камера если бы я знал я раньше бы не покупал бы ей чайный е 58 это я вам советую потратьте 100 долларов и и купите пожалуйста нормально дрон потому что это действительно нормальный хороший дрон для начинающего это просто супер управляется очень легко то есть вы берете через байфай через плей маркет скачиваете программу тело через вайфай вы подключаетесь соединяете с этим дроном и потом вы управляете этим довольно очень просто вся запись идет на телефон и фотографии точно так все записывается то есть вы включили она сразу через вайфай передается вот этот сигнал передается сюда и она все записывается и видео и фотографии летать он может на расстоянии где-то 150 метров в дальность и высоту он поднимается где-то 20-30 метров ну там то есть единственный минус у него довольно серьезный то есть имеете ввиду это ветер потому что он очень легенький его ветер очень легко будет сносить в сторону то есть он очень хорошо снимать в него помещениях и безветренную погоду вот этот выдерживает 35 метров в секунду вот этот дрон и съемку делает такое ощущение как будто по как по рельсам камера идет то есть просто идеально у этого есть небольшие проблемы когда он когда вы делаете поворот такой то у него получается дерганное видео если например при большом ветре вот это вот от тела такая батарейка это вот запасная к нему то есть это две батарейки заряжается около часа хватает на ну я засекал где-то 10 минут 10-11 минут ну там сказано 13 минут но я делал разные режимы там перевороты флайпы и тому подобное вот такой обзорчик я хотел вам рассказать о том что у меня есть я вам как всегда желаю счастья здоровья любви финансового благополучия и до свидания и пока